Первый начинающий фермер Бердюжья. Это молодая и очень активная женщина. И как зимуют дикие животные. Здравствуйте, Яна Михайловская и это Сельская среда. Проблем со сбытом теперь нет. Отработана четкая схема поставок от небольших хозяйств, мяса и полуфабрикатов в северные города. Такой опыт есть в Упоровском кооперативе «Усадьба». Поначалу продукцию увозили на рынки Тюмени полутушами. Но потом поняли, что это невыгодно, не приносит особой прибыли. И с 2010 года в «Усадьбе» появилась собственная переработка. Усадьба начиналась с пельменей. Теперь в ассортименте предприятия 38 наименований мясной продукции. Котлеты, фарш, гуляш. Поначалу торговали в райцентре и на тюменских ярмарках. Пять лет назад вышли на северные рынки. Только в этом году там побывали 11 раз. Полуфабрикаты, мясо, да еще и отчастников разбирают на ура. Для владельцев небольших хозяйств открываются новые серьезные перспективы. Мясная продукция востребована на севере. И довольно-таки перспективно, я думаю, для ЛПХ содержать мясной скот на будущее. То есть говядины не хватает, нехватка, крупная нехватка. Допустим, в северных городах, ну и думаю, здесь в Тюменской области. Свинина, есть свинина, большие мегафермы у нас открытые. Свинини перекрывают они, а вот говядина, да. Объемы поставок намерены увеличить, чтобы каждый месяц на север отправлять только пельмени до 5 тонн. К проекту подключился кооператив «Исток». В сентябре этого года в деревне Тютрино он запустил убойный цех. В месяц отправляют в торговлю около 40 тонн говядины. В 2019 году этот показатель намерены увеличить в два раза. Уже открыты склады в Тюмени. Именно оттуда мясо от небольших хозяйств пойдет в том числе и на север. Понятно, что сырья нужно больше владельцам личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. С доращиванием бычков готовы помочь. Мы готовы пойти навстречу и заключать договор на предварительный выкуп с предоставлением либо денежных средств, либо кормов. С участием поставщиков, в частности, Табол, это может быть усадьба, либо какое-то другое предприятие, которое имеет сегодня возможность поставки кормов. Владельцы небольших хозяйств уже перестраиваются. В этом году молока стали сдавать меньше, зато мяса больше. Каналы сбыта предприятиями нашими кооперативами найдены. Есть смысл наращивать темпы производства мяса. Сейчас в Упоровском районе мясной переработкой занимаются два кооператива – усадьба и СПК Емуртлинский. Оба выходят на более высокие стабильные объемы, чтобы бесперебойно поставлять продукцию на юг и север Большой Тюменской области. Новый закон о любительской рыбалке вступил в силу. И вот некоторые его положения. Итак, ловить на арендованных озерах возможно только согласие пользователя данного водоема. Разрешенная суточная норма – не более 5 килограммов. Браконьерам – это те люди, которые нарушают правила рыболовства. Теперь придется не сладко. Кратно выросли штрафы. Раньше за одну незаконно выловленную щуку всего 50 рублей. Теперь 925. За налима, леща или язя вместо 35 – 500 рублей. За каждый хвост платвы, карася, окуня – 250. До этого штраф составлял всего 20 рублей. Тем временем в муниципалитетах к Новому году украшают села и деревни. Сельские хроники. В центре Бердюжи впервые обосновалась пара сверкающих северных оленей. Создание таких арт-объектов в муниципалитете стало трендом. А вот главная елка района, традиционная, ее открытие уже состоялось, строят и привычные горки. Кроме того, оформляют прилегающие территории как предприниматели, так и коллективы соцобъектов. Во дворах школ и детсадов. А их в муниципалитете 13 сооружают привычные снежные городки с персонажами из народных сказок. Не просто в дошкольных учреждениях стояли вот эти фигуры, но и они смогли их задействовать в образовательном процессе. То есть это какие-то змейки из снега, маленькие мини-горочки. Спустя почти 100 лет на Красульской земле вновь раздался колокольный звон. В этом году в селе приступили к восстановлению Троицкого храма. Он был частично разрушен в 20-е годы прошлого столетия. В советское время здесь был клуб, но со временем стали люди просить о церкви. В этом их поддержал уроженец Красуля Юрий Шафраник. Его фонд активно помогает в реконструкции. Сегодня построен второй этаж, проведена система водоснабжения и отопления. Самая работа сейчас, когда стены будем обшивать, делать внутреннюю электрику. И начнется работа с алтарем. Поэтому планируем, конечно, летом этого года все доделать. Но как Бог даст. В Тобольске открыли переправу через реку Ишим. Сначала ее проинспектировала комиссия, затем запустили движение по двум полосам. Скоро начнут готовить третью для грузовиков. А пока разрешен проезд автотранспорта весом только до трех тонн. Установлены вешки, установлены два поста матроса-спасателей, службы обеспечения безопасности на воде, где проводится круглосуточное дежурство. Также данные специалисты проводят визуальный осмотр. Ежедневно, круглосуточно проводят осмотр. Ледовая переправа на наличие трещин, повреждений. В Ишимской областной больнице идет капитальный ремонт. Завершат его в феврале 2019-го. Здесь полностью заменят все инженерные сети, окна и полы. Планируют оснащение и современным оборудованием. В этом году уже закончили работы в перинатальном центре и физиоотделение. Деньги на это выделены из областного бюджета, а также собственные средства больницы. Реконструкция продолжится дальше, проект уже подготовлен. Три приоритетных направления – это реконструкция приемного отделения, капитальный ремонт инфекционного корпуса и благоустройство. Они к теплым дням, то есть к весне, будут готовы. Не могу сказать, какое будет финансирование, если на все сразу было бы очень хорошо. Небольшие хозяйства области начинают задумываться об универсальности, чтобы получать доход не только от сдачи молока, но и мяса. Вот и начинающий фермер из Бердюжского района Елена Александрова. Несмотря на то, что занимается животноводством всего два года, выбрала правильное направление. Одна на своем большом хозяйстве. У работников выходной. 50 животных нужно накормить, напоить, убрать, а еще и подоить. В стадии одни коровы. Правда, сейчас молоко дает лишь половина. Сырье высшего сорта. Выручки хватает на платежи по кредиту и зарплату. Хотелось бы больше. Но коровки у нас, так как первотелочки, молока они не дают настолько много, сколько могут. Естественно, после отела, там, третьим-четвертым теленочком, мы уже будем крепко стоять на ногах, уже будем очень хороший объем сдавать молока. Ну и пока наладится все хозяйство. Я еще только привыкаю. Эта молодая женщина открыла новую страницу в районном ЭПК. Она первая в муниципалитете выиграла грант по программе «Начинающий фермер». Обычно победители программы «Начинающий фермер». На грант приобретают животных. В этом хозяйстве на сумму почти 3 миллиона рублей закупили технику. Трактор, кормозаготовительный комплекс. И вот это сено получили как раз за счет новых машин. В фермерстве Елена Новичок до этого занималась торговлей, а два года назад решила вернуться к истокам. Первых двух бычков приобрела по программе самообеспечения. Вырастила, продала и перешла на молоко. Теперь поняла, что хозяйство должно быть универсальным. Собирается еще и на мясо бычков выращивать, чтобы доход был стабильный. И опыт Александровой стал примером для других жителей муниципалитета. Приезжают, смотрят, говорят, да, здорово, замечательно. Сегодня есть, по крайней мере, три у нас заинтересованных, скажем так, семьи, которые хотят поучаствовать в данной программе. А Елена тем временем получает высшее образование в аграрном вузе. Пока агронома параллельно собирается еще и на зоотехника, знание понадобится. Ведь, скорее всего, на фермерстве Александрова не остановится. В лесах Тюменской области становится все больше диких зверей. Это отмечают во многих муниципалитетах. А все потому, что о лесных обитателях заботятся. Особый вклад вносят арендаторы угодий. Конечно, говорить об этом можно сколько угодно. Лучше один раз увидеть ранним утром по дороге в охотхозяйство. Сейчас условия для диких животных идеальные. Снега мало, передвигаются свободно. Остатков сухой растительности, еды предостаточно. Специально для них еще и оставили неубранные поля. 40 гектаров хозяйстве было засеяно подсолнечником специально для зимнего кормления косуль. Вот сейчас декабрь, а все уже съедено. И остались вот такие стебли. А все потому, что это культура, лакомство для косуль. И естественно, они съедают его первым. Хозяйство фауны – одно из восьми в Бердюрском районе. Они занимают более трети всех угодий муниципалитета. Арендаторы серьезно вкладываются в территорию, прежде всего в охрану. Браконьеры поутихли. В этом году уголовных дел заведено в два раза меньше, чем в прошлом. А вот животных становится все больше. По фауне приблизительно где-то кабана у них на 18-й год 150 голов. Косули примерно в этих же количествах. На общедоступной территории у нас около 900 голов. Выдано на нынешний год 92 разрешения. А еще в охотхозяйствах специально для обитателей лесов выращивают еду в фауне. Засеяли 250 гектаров зерновыми. Собранный урожай хранят на складе, чтобы зимой ежедневно привозить на подкормочные площадки для кабанов. Как видно, утром здесь побывали большие, маленькие поросята и ушли на отдых в эти камыши. Здесь веники, крапивы, веники осиный молодой, кустарник, береза. Они будут приходить, когда им будет сложно уже питаться, добывать траву. А это еще одна площадка, точнее открытый склад с запасами еды для косуль. Зная их численность и отменный аппетит, еда пока закрыта для общего пользования сухими колючими ветками. Вот это все ограждение. Да, да, да. А если сразу ее открыть, то они быстренько ее слопают. Конечно, доступно. А с начала следующего года в лесах начнут считать разную дичь, чтобы потом определить, сколько разрешений на охоту выдать. Судя по всему, их будет больше, чем в 2018. От спичечных коробков до дорогих автомобилей. Ну кто хоть раз в жизни не занимался коллекционированием? Календарики в школе собирали, думаю, почти все. Вот только где они сейчас? А вот Ольга Гречко из Викуловского района хранит даже самые первые экземпляры. А сколько у нее разных коллекций? Собирать разные разности. Ольга Гречко начала еще в школе. Тогда в советское время коллекционирование было в моде. Начинала традиционно. Вот с таких альбомов. Покупала марки я на почте. Переписывалась я с девочками. Они высылали мне марки. Я им свои высылала. А после началось увлечение карманными календариками. Самый солидный вот этот. Ему 40 лет. Примечательно и то, что здесь нет двух одинаковых. А вот в этой красной папке уже вещи в прямом смысле слова дорогостоящие. С чего началось увлечение монетами? В связи с тем, наверное, что стали меняться монеты. Очень часто, наверное. И у нас дома лежали монеты. Советские, российские. Я думаю, а почему бы их не оставить для своих потомков? По монетам в этой коллекции можно проследить современную историю России. От советской эпохи до наших дней. Здесь есть монеты полувековой давности и последних дней. С символами Крыма и Сочинской Олимпиады обязательно. Для этого Ольга Гречко специально делала заказ в местное отделение банка. А на самом видном месте в этом доме расположилась еще одна коллекция с керамическими и фарфоровыми фигурками. По ним можно проследить маршруты нечастых путешествий по стране и региону. Но дороги они не столько воспоминаниями, сколько настроением. И оно в каждом экспонате разных коллекций. Здесь, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы сможете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках». О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова